Музей Миниатюр Музей Миниатюр Миниатюр Ну и что, сейчас вы нас, думаю, проводите по музею Ну в первую очередь, конечно Давайте расскажем Кто, когда Основал этот музей На самом деле, наш музей Был, скажем так, впервые открыт основан в 2016 году, 24 декабря у нас музей, главным основателем становится наш директор. Это Евгений Данилик по образованию, человек-историк, вот в какой-то момент он понял, что, скажем так, ему хочется сделать в Беларуси у нас стартап, связанный с историей. И он понимает, что в очень многих странах мира практикуется именно вот такая вот деятельность, то есть музей архитектурных миниатюр. Он понимает, что у нас ничего такого нет и, скажем так, создает нечто подобное. То есть у нас в музее, скажем так, собраны самые основные достопримечательности Беларуси, вот, можно прогуляться, все посмотреть, вот, и, конечно же, мы сейчас достаточно популярны, вот, потому что очень часто, как вы понимаете, иностранцы приезжают сюда к нам в Беларусь, они приезжают только в Минск. У них нет возможности разъезжать полностью по всей стране что-либо смотреть, вот, и, скажем так, наш музей для них находка, потому что... А почему у них нет возможности? Нет, на самом деле, просто очень часто люди приезжают, например, только в Минск. И про то, что у нас много достопримечательностей, они узнают именно здесь, когда у них почти нет времени поехать куда-нибудь еще. А сейчас мы идем знакомиться с Белоруссией в этом мини-музее. Да, да, да. Это полк Мирскую, это дочь последних хозяев, которые здесь когда-то были. Она вот иного в озере, которое как раз-таки ее же отец здесь и сформировал. То есть считается, что ее призрак блуждают здесь до сих пор. Вот, плюс ко всему, в принципе... Он блуждает и по современным романам таким вот, это, который за третья пешка тоже. Вот, ну, то есть, на самом деле, здесь же есть такой вот интересный момент, потому что вот голова барана, тоже с ней вся достаточно забавная легенда. Ну, хорошо, значит, получается, что он все-таки в очень хорошем состоянии дошел. Ну, конечно, сложно сказать, что он дошел в очень хорошем состоянии. Он был значительно разрушен, но, конечно, от него не остались просто руины там и развалы, просто камни. То есть действительно была какая-то основа, которую можно было восстановить и отстроить. Именно благодаря этому сейчас нас установлен только вот замок. Вот, когда, можно сказать, в каком году он принял вот такой свой облик, как сегодня, и стал таким знаменитым туристическим объектом Айца? Да, или, что даже эгиды ЮНЕСКО находятся. Ну, это начало 21 века, и в то время как раз таки восстанавливают. То есть это 2000-е годы, вот, примерно в то время он, в принципе, принимает такой облик, какой он есть сейчас. Вот, конечно, сейчас постепенно он модернизируется и так далее, и его восстанавливают. Вот здесь даже есть гостиничные номера, то сейчас можно остановиться на ночь, при желании. Вот, но, безусловно, вот сейчас он уже полностью восстановлен, внесён в список Сибир на сцене ЮНЕСКО, ну, как раз таки потому, что... Нет, это не было. На самом деле, касательно года не подскажу вам, но это приблизительно, я думаю, тоже, опять же, 2000-е годы, до 10-го года точно. То есть это уже современная Белоруссия, самостоятельная... Ну, фактически, да, можно так сказать. Вот, да. А это макет знаменитой резиденции Вискули, место, где было подписано соглашение о распаде СССР и образовании СНГ. Я просто работаю в преподавателе в институте, и мне в своё время столько студентов писали какие-то рефераты, и там мы делали, кстати говоря, и презентацию, уже компьютерную презентацию, ну, там, на разные темы выбирали, и вот про это в том числе тоже. То есть я вот слышала, слышала фотографии, видела, хотя почти что... Ну, вот, фактически, вы тут, да. Вот единственное, конечно, к сожалению, сейчас-то... Ну, к сожалению, или к счастью, сложно сказать, это одна из резиденций нашего президента, поэтому, ну, скажем так, проблематично попасть. Живую не попадёт. Можно так сказать, да. Но, тем не менее, такое сооружение там есть до сих пор, то есть оно не раз... Ян, вот, вы сказали, что музей ваш расширеется. Это связано с тем, что на территории Беларуси уже есть какие-то объекты очень интересные, да, которые не вошли в вашу экспозицию? Или с тем, что что-то восстанавливается, что-то новое появляется вообще на территории? На самом деле, да, поняла ваш вопрос, на самом деле сейчас, в принципе, есть очень много достопримечательностей, которые можно отобразить у нас в музее. Вот, то есть, конечно, наш музей занимается не только, скажем так, отображением современных достопримечательностей, которые уже можно посетить, но мы занимаемся еще, скажем так, и воссозданием тех, которые сейчас пока что не совсем восстановлены. То есть, та же самая резиденция Сапега в Каужанах, это место, которое достойно внимания, но сейчас просто не восстановлено. Но у нас обязательно появится. И, конечно, у нас будут появляться еще самые разные современные достопримечательности, которые были построены, скажем так, уже в 21 веке, например. А, например, что это? Ну, например, Палас Незалежности у нас в Минске. То есть он находится, может быть, знаете, недалеко от Дворца Спорта, грубо говоря, это недалеко от центра города. Пока еще не знаю. Ну, возможно, да, доберетесь и доберемся. То есть такая достопримечательность тоже у нас появится, то есть это все можно будет увидеть. Да, хорошо, здорово. И еще у меня возник, я думаю, вполне естественный вопрос. А кто изготавливает вот эти все макеты? У вас специальные сотрудники есть или какие-то, может быть, там, я не знаю, любители или связи с людьми из Уни? На самом деле это наши музейные именно сотрудники. У нас есть макетчики, которые этим всем занимаются. То есть команда чисто нашего музея. То есть мы со стороны никого не привлекаем. То есть мы не делаем это на заказ, например, у сторонних людей, которые этим занимаются. Вот, то есть у нас есть наша команда макетчиков. Там, возможно, кто-то историк, кто-то архитектор, кто-то инженер. То есть самые разные у них, скажем так, специальности. А компьютерники? Конечно, тоже есть. То есть компьютерные используют технологии? Конечно, это 3D-моделирование. То есть, конечно, создается, скажем так, эдакая фигурка в 3D. Вот, потом, впоследствии, благодаря ней уже создается полноценный макет. Ну, то есть она участвует в создании. То есть это все делается инологом, можно так сказать. С использованием современных технологий. Да, то есть на самом деле у нас даже некоторые детали очень сложные. Например, в макетах они на заказ печатаются на 3D-принтере. То есть тоже такой момент есть. По большей части это, конечно, ручная работа макетчиков. Но все-таки, как вы понимаете, не все возможно сделать руками. Вот, некоторые детали заказываются. Ну, может быть, я человек с терраформацией, но мне кажется, что как раз больше можно сделать на 3D-принтере. Но самые, наверное, вот такие и миниатюрные, и креативные какие-то детальки, да, наверное, это в коротком. На самом деле, да, конечно, делается руками. Вот, например, если взять, например, маленький круглый купол цепи, то очень трудно руками сделать полноценную круглую фигурку. Вот для этого используется этот принтер. Да, да. То есть, наоборот, не для мелких деталей, а для тех, которые, ну, просто, скажем так, сложно было бы сделать идеальными именно руками. Совершенно верно, да. Но без рук никуда все равно не придет. Да, да, я с вами соглашусь. Очень понравилось. Вот так как вы нам все рассказали, показали. Конечно, великолепный, совершенно очень интересный музей. Честно говоря, я лично вот в таком музее, наверное, еще не... А, нет. Я была только вот в Балдарском Ловиче. У них очень интересный мост. А там только педа, открытый мост. И вот там есть, ну, это, конечно, самая главная такая воспримечательность города. И вот там есть такая небольшая комната, в которой крутится маленький совсем макет города. Там буквально из 5-6, из 5-6, из 5-6, из 5-6, из 5-6. Подходит к концу. Продолжение смотрите в следующих видео. Кстати, ссылки на контакты музея есть в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Пока-пока.